Чиновники закрыли школы Челябинска, чтобы сдержать эпидемию ОРВИ и гриппа на Южном Урале. Ученики с 1 по 11 классы отправлены на внеплановые каникулы. Закрыты секции, кружки и учреждения дополнительного образования. Татьяна Лаврова продолжит тему. На карантине все школы Челябинска. И причем до какого числа внеплановые каникулы пока неизвестно. Десятки тысяч челябинских школьников, кажется, эту новость восприняли с радостью. Повезло школы те! Ох, когда-то я радовался карантину, но это было 15 лет назад. Грустно от этой новости. Впрочем, ситуация в столице Южного Урала действительно грустная. Город охватила эпидемия гриппа и простуды. За неделю в регионе зарегистрировали 36 тысяч заболевших. Чтобы хоть как-то сдержать распространение болезни, школьников отправили по домам. Впрочем, одна из первых на карантин ушла школа номер 94. Там, по сообщению Минздрава, о тяжелой форме гриппа скончалась семиклассница. В больницу она попала с высокой температурой. Врачи несколько часов бороли за жизнь девочки, но чуда не произошло. Тем временем, пока медики борются с сезонным гриппом и простудой, специалисты Роспотребнадзора на страже другой страшной болезни, которая охватила Китай – коронавируса. Воздушные ворота в Челябинск под контролем специалистов. Всех, кто прилетает из азиатских стран, тщательно проверяют. Мы приехали из Таиланда. Наши не пускают из самолета. Проверяют стенку. Впрочем, не обошлось и без скандалов. Туристы пожаловали, что вынуждены ждать проверки тепловизором после долгого перелета. А ведь многие были с маленькими детьми. После возмущения специалисты Роспотребнадзора ускорили процедуру проверки. Теперь температуру пассажиров прибывших лайнеров проверяют минут за 15. Серьезное оборудование для выявления нового вируса пока не пригодилось. И действительно, в общем-то, у нас уже такие тест-системы есть. Уже эта диагностика осуществляется. Похоже, что в большом денежном плюсе от ситуации в мире одно из маленьких предприятий в Миасе. Единственная в стране компания, которая изготавливает герметичные капсулы для тех, кто заражен опасной инфекцией. Именно в них и изолируют заболевших, а после доставляют в медучреждения. И за этим оборудованием кинулись больницы со всех уголков страны. Наша продукция разработана совместно с 37 ведущими учреждениями Роспотребнадзора. Федерального медико-биологического агентства и других ведомств. В настоящее время вся опускаемая нами продукция пользуется большим спросом. За последние недели спрос увеличился почти на 200%. Эти боксы уже используются в Тюмени и Забайкале. Там, где в России официально зарегистрированы два больных коронавирусом. Оба человека – граждане Китая. Сообщают, что у них болезнь протекает в легкой форме. Тем временем число заболевших от пневмонии нового типа по всему миру – почти 25 тысяч человек. Погибших – почти 500 человек.